Ну что, друзья, всем привет! Наконец-то я на Днепре. Значит, выплыл сегодня половить белую рыбу. Соответственно, это леща, подлеща, густера. Ну, как бы, в принципе, что получится. Ну и надеюсь, конечно же, на карасика, на нашего любимого карасика. Поэтому в 6 часов утра я уже на воде и, в принципе, готов к рыбалке. Поэтому начинаем и не теряем времени. А все остальное по ходу. Поэтому оставайтесь. Друзья, по удилищам я сегодня рыбачу на две таких прикольных палочки. Это бортовики от компании Flagman, Forest Active, Boat Feeder. Значит, они у меня в росте 2,40 и с кастингом, с тестом до 125 грамм. Ну и, соответственно, работают в паре с катушками, такие как Brain Accent 5000S. Эти катушечки у меня уже не первый год. Так же сам этот фаворитовский шнур намотан. Ну, в принципе, как бы, так сказать, доволен. Два удилища мне будет достаточно. А может быть, даже при хорошем клевле одного. Поэтому, ну, собрал два, там посмотрим. Один червячок, один опарыш, плюс прикормочка. И что, вперед? Давайте, не подведите, друзья! Итак, по прикормке я сегодня буду использовать такую, как Мегамикс горох, короповый горох. Добавлять ничего не буду, это не единственное ингредиенты. Кстати, прикормка вообще зачетная, работает по лицу. Не знаю. Просто идеально. И единственное, что добавлю, это вот милляса от компании Трико Бейтс. Где все купить, ребята, ссылки будут в описании. Добавляем. Вот так, не особо много. Хотя, этой, этой добавочкой сильно, как бы, так сказать, кашу не испортишь. Так что, можно добавлять, не бояться. Ликвид самый один из лучших, как, на мой взгляд, по белой рыбе. Так, замешиваю такую крутую, как бы, так сказать, переуложненную, немножко прикормку. Для чего это делать? У нас тут есть немного течения. Я не хочу, чтобы она сразу просто вымывалась. Хочу, чтобы немножко задерживалась. Поэтому, вот такая вот прикормка зеленого цвета. В принципе, я думаю, все нормально. Ну что, пусть настаивается. А мы готовимся дальше. Итак. Первый наш боевой. Далеко бросать не буду. В принципе, рыбка здесь ходит не так далеко. Как я вижу по всплескам. И вот так, все. Ну, давай. Первый в воду пошел. Заряжаем следующим. Ну, давай. Давай, 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 давай. Ох. Это что-то есть. Сейчас посмотрим, что там у нас реально обжирает. Потому что... Капец. Два перезаброса будет. Вытягиваю. Просто тупо все пусто. А у нас кто-то, а у нас... Ух ты, какая плотва. Друзья, смотрите, какая плотва. Ничего себе. Ау. Класс. Просто супер. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, смотрите, какая тараночка. Вообще, смотрите. Класс. Просто класс. Садочек. Ну что, за первую сбитую. Все четко. Нормальное место. Пока пересматривал, что там снял. Блин, как лупануло. Я думал, тупо утянет этот. О, тупо утянет. Стой. О, класс. Короче, как лупануло. Я думал, он тупо утянет этого. И лупанул у нас, друзья. Вот такой вот красавчик. Смотрите, кто тут у нас. Дяденька Карась. Есть, Карась. Это вообще, это то, то, что я ждал. На то, что я надеялся. И моя мечта сбылась. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Даже пацанчика взял. Пацаны, лупанул. Фидер уходит. Я пересматриваю видео, короче. Что я там снял. Какая там платвичка клюнула. Все дела. Смотрю, тупо фидер уходит. Е-мое, капец. Друзья, чуть не ушел опять спиннинг. Да что же это такое? Тупо такая подача, что капец. На червяка. Ох ты, е-мое. Вот это да. Друзья. Эти караси просто сумасшедшие. Они реально просто сумасшедшие. Потому что они так клюют, что просто. Я не успеваю не то, что камеру включить. Они просто тупо утягивают. Я еле поймал, друзья. Еле поймал фидер. Чтоб сказать, что он прям огромный. Да не. Ну блин. Просто капец. Да. Такого у меня еще не было. Поэтому поклевки в карасе, друзья. Смотрите, какая караси. Ну такой грамм под 400, наверное. Я думаю, железный. Опа, друзья. Вот опять. Хорошая штука идет. Штука. Что, ушло? Да, но не гони. Вот такой вот красавчик. Прикольно. Тупо одни караси. Это радует. Смотрите, как я. Встал я на хорошее место. Перспективное. Ну, в принципе, что хотел, то и получаю. Так. Комары покусали. Типец. Просто какой-то ужас. Возле камыша стоять. Короче, друзья. Рыбалка набирает реальные обороты. Ну, блин, облом. Знаете что? Я думал, у меня еще есть одна пачка Мегамикса. А как оказалось, у меня ее нету. И нашел у себя в закормах этот... Как его? Фиш Дрим. Реально, Фиш Дрим. Блин, надо же так обломаться. Это просто взять вот так. Я думал, она у меня еще пачка есть. Но оказалось, ее нет. Ну, надеюсь, что Фиш Дрим тоже сработает. Как бы компания такая довольно неплохая. Ой, блин. Короче, расстроен. Расстроен просто. Просто расстроен. Так что, ну... Один тычок и все. Тычок и все. Логического завершения поклевки нету вообще. Не стимулирует эта прикормка, блин, аппетит у рыбы. То есть она непривлекательна. Поинтересовалась, дернула все. Поинтересовалась, дернула все. Свалила. Что-то вроде бы что-то у нас проклюнуло. И опять же, это что-то мелкое. Дядя Юра, ты нюрюк. Ну, вот. Вот и результат. Вот и результат. Ох, что-то как-то у нас. Вот это, мне кажется, просто мелкая попла. Вот это лещи. Вот, друзья. Результат смены прикормки. Ничего нету. Так, друзья. Фиждрином. У меня есть. Риалфир. Карась. Творог. Мегамикс. Червоный карась. Риалфир, чеснок. Пробуем добавить крылевой муки. Фиждрин, нахер. Сторон пока неинтересно. Мешаем чеснок. Добавляем сюда крылья. Что-то же надо делать. Ё-моё. Добавляем сюда крылья. Наконец-то, друзья, подклёвка. И вот тоже дышу. Это правтык и там, и там. Тут карасик. Тут. До времена. Тут и там. Только тудух, тудух и есть. И тут карасик. Дуплетом, ё-моё. Друзья, поклёвка, ухо, что-то хорошее. Что-то у нас хорошее. Ох, какой карась. Сидит. Хорошо. Хорошо сидит. Плохо сидит. Плохо сидит. Стоять. 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 Вот, друзья, смотрите, какая карасик. Настоящий днепровский карась. Реально карасюка такая. Клюнул тоже зачетник. Друзья, что-то ещё? Один, поклёвочка. О, карасик. Карасик. И тоже хороший. О, какие караси, ребята. Какие классные караси. Тоже еле сидит, конечно. Стоять. Еле сидит. О, и отвалился. Ну, карась, реально зачетный. Смотрите. Ух, красавчик. Просто красавчик. Ещё один, ещё один. И всё на червячок. Опарыш подпритих немножко. Опа. Есть, поклёвка. Недовольно что-то такое неплохое, если честно. Придавливается. Да, хороший карась. Хороший карась. Друзья, я сидел на поплавке. Надо было сидеть тут. О, смотрите. Вот это карасики. Я понимаю. Боже, слава богу, что у меня был в этом Real Fish. Думаю, что на ту херню наловил бы я. Если честно. Fish Dream, конечно. Там хоть и рассказывали мне, что ловят карпа на него. Там и всё такое. Нет, ребята. Fish Dream для меня умер когда-то. Когда я поехал, собрался на Днепр на неделю. Я взял 10 пачек Fish Dream. Лещ. И когда я приехал, все пачки были перетрухшие. Я искал там на них срок годности, но я его, к сожалению, не нашёл. Соответственно, понятно, это не вина производителя Fish Dream. Это вина тех людей, которые закупили всё это дело. Не смогли продать. И продавали его на следующий год, затерев этот срок годности. Но, скажу вам честно, рыбалка была испорчена. После этого Fish Dream для меня умер. Но, как ни странно, одна пачечка у меня завалялась. Fish Dream это мой товарищ покупал. Там где-то мы на рыбалку ездили. Но в итоге ловили на Megamix. А пачка у меня осталась. А я думал, что остался Megamix. Ну, как видите, результат на Fish Dream вообще никакой. Ребята, так лупанул, что я думал, опять улетит спиннинг. Не знаю, что там. Ну, больше всего, что, конечно, карась хороший. Да, хорошенький карась. Теперь и парик сработал. Короче, друзья, вот такой вот домик замутился. Потому что такая жара, что просто ужас. В принципе, даже кепку снял, потому что жарко. Оно как бы ветер. Но все равно обвивает так, что не чувствуешь, что ты сгораешь. Поэтому решил немножко закрыться. А так, в принципе, все. Будет. Рыбалочка идет. Real Fish меня выручит. Так что продолжаем карась. Пока суть-то дела, наверное, надо перекусить. Потому что реально кушает уже охота. Два часа дня. Вареное яичко. Колбаска. Кусочек. Хлебушек, помидорчик. Я думаю, этого вполне достаточно. И не переел. Потому что с утра, когда встаешь, потом плотненько подобедаешь. Очень так хочется нам массу дать. Рыба все равно пока не клюет. Не то, что не клюет, она просто поседала. Я не перезабрасываю для того, чтобы спокойно покушать. Чтобы уже не отрываться. Вот мы. Тем приятным глядитом. Встретимся через... Для вас это мгновение. Для меня это минут 15. Короче, друзья, поклевка. И притон мощная. Ух ты. Там, кстати, кто-то есть. Не успеваю я нормально здесь снять поклевку. Вот такой вот карасюка. Друзья, вот эта поклевка была опять. Нехорошая, похоже. Это хорошая. Что-то я не подумал, а совсем. Смотри, друзья. Наконец-то. Наконец-то. Опа. Наконец-то, дяденька, лещ. Третье, какой красавчик. Ух ты, я-мая. С почином. Первый лещ. Наконец-то я его дождался. Первый лещик есть. Ох, класс. Какой же он боец. Какая у него поклевка. Блин, ну не могу я заснять ее в эту поклевку. Потому что, ну, он настолько мгновенно клюет. Просто так, тух, и пошел. И тут пытаешься отцепануть спиннинг. Для того, чтобы спиннинг не улетел просто в воду. Друзья, опять хорошая поклевка. Но это стопудово не лечь. Потому что тут шел очень тяжело. Это что-то так тянется. Это у нас карасик. Где-то маленький. Это у нас небольшой карасик. Сейчас чуть не утянул. В спиннинг. Что идет хорошо. Только что. Короче, резкий капец. Да успокойся, ты, боженьки. Такая вот карасюка. Так, друзья. Хочу показать вам свой лоу. Вот такие вот карасюки, как видите, приличные. Один лещик попался. Вот такого размера. Он просто зачетный. Просто шикарная рыбалка за сегодня. Я доволен. Такой доволен, что просто карас.